Министерство здравоохранения На повестке дня обсуждение вопроса, почему миллионы народных денег тратится впустую. Североказахстанская неправительственная организация передана документами на Министерство здравоохранения по проведенному конкурсу в Генеральную прокуратуру на имя Генерального прокурора. Что они сделали? Они не оповестили о начале приема ценовых предложений. Отслеживается очень грубое нарушение и на наш взгляд результаты проведенного конкурса должны быть признаны недействительными. Отсутствие контроля за государственными деньгами, повсеместная коррупция – все это основные причины неэффективного использования бюджета Казахстана. Представители неправительственных организаций высказали претензии к прозрачности, проводимых государством конкурсов, а также к качеству информирования общественности. Как правило, все важные сведения появляются на официальных сайтах министерств слишком поздно или же вовсе отсутствуют. Чтобы выиграть, НПО вынуждены занижать цены на свои услуги, а это в первую очередь наносит удар по качеству. Однако чаще всего правительства финансируют одни и те же организации. Кроме того, министерства не стремятся перечислить деньги в срок. Нередко финансирование начинается лишь за 2-3 месяца до завершения проекта. А между тем, деньги на госзаказ государство выделяет немалые. Например, в 2013 году министерства получили 816 миллионов тенге. Самый лакомый кусок достался комитету по делам молодежи – 473,5 миллиона. Сумма предназначалась для финансирования молодежных НПО. Даже появилось объявление о конкурсе. Тем не менее, проводить его не стали. Комитет по братски распределил большую часть этих денег между любимчиками – организациями «Жасатан» и «Жасулан». Каким образом вы определяете потребности, то есть те лоты, на которые вы готовы дать деньги? Какие мероприятия, какие проекты будут за государственные деньги реализованы в этом году? Какова процедура определения этих приоритетов вами? У нас всего 17 миллионов населения. Ну, три цифры можно же выучить, хотя бы придя сюда. По декстатору я могу дать ответ. Да вы ни по какому вопросу не можете ответить, к сожалению. Однако все вопросы экспертов и депутатов парламента оказались риторическими и так и не удостоились ответа. НПОшники, в свою очередь, раскритиковали выступления представителей Комитета по молодежной политике. Они предложили исключить из госзаказа пропаганду, избавиться от демпинга, а также проводить финансирование неправительственных организаций по принципу выделения грантов. Нарушить замкнутый круг можно, уверены представители НПО, если незамедлительно начать проверку всех министерств. Как и кому выделяют деньги. Но пока за бюджетом Казахстана не установится строгий контроль, мы все-таки еще долго будем слышать. Пилите, Шура, пилите!